Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Эмма Питцер, вы попали ко мне на канал и сегодняшнее наше с вами видео будет образовательным, полезным и особенно важным для тех, кто изучает иностранные языки, ну а в частности немецкий, о котором собственно сегодня и пойдет речь. Что тут уж тянуть, я расскажу вам о таком интересном, довольно-таки всем привычном и давно знакомом, но вряд ли когда-либо используемом методе. Это изучение по нескольку десятков иностранных слов в день, то есть 30, 50, в моем случае это были 30. Я думаю многие из вас слышали о его эффективности где-то еще, но в большинстве случаев вы скорее всего это просто игнорировали, либо начинали и бросали, а зря, потому что метод действительно эффективный. Немецкий язык я начинала учить около двух лет назад и я могу сказать, что за год, начиная с абсолютного-абсолютного нуля, я поднялась до уровня С1. Я считаю, что этот результат довольно-таки впечатляющий и поэтому к моим методам, моим советам, я думаю, стоит прислушаться. Ну раз уж они помогли мне, то и вам наверняка помогут, если будете заниматься. Многие скептически относятся к этому способу, но я могу вам сказать, что действительно каждодневные занятия дают свои плоды, слова откладываются в памяти. Я сама это замечала, но что я могу сразу сказать, зубрежка не приносит практически ничего, ну точнее такая сухая зубрежка, когда ты просто сидишь и учишь по списку там. А крокодил, почему я собственно... Под сухой зубрежкой я имею в виду, когда вы просто берете список, у вас стоят 30 слов, вы учите их по порядку, запоминаете про описание перевод и на следующий день забываете. Сама для себя в свое время я открыла, изобрела такой способ, которым я собственно с вами сегодня поделюсь. Он помогал мне запоминать эти слова так, чтобы они не вылетали на следующий же день, там сразу после изучения, на следующую минуту, это у каждого по-разному, чтобы они не вылетали из головы. Ну и естественно, чтобы сам процесс запоминания шел легче. Этим способом я собственно с вами сейчас и поделюсь. Давайте уже отложим разговор и собственно посмотрим, как я это делала. Запоминайте. Что нам понадобится? Ну естественно нам понадобится самый обычный словарь. У меня в свое время естественно была такая книжечка, но вот как вы видите в интернете тоже. Полно источников, где вы можете скачать вполне нормальный, приличный русско-немецкий, немецко-русский словарь. И так, как уже сказала, вы можете выбрать либо 30, либо 50, либо, я даже не знаю, сколько я сейчас выписала слов, и выполнять вот такую вот норму в день. Это тоже ваше решение. И первое, что вам нужно будет сделать, это выписать вашу 30-ку в тетрадочку, вот в такой вот блок. Мой блок довольно-таки большого размера, посмотрите, вот моя рука, вот блок. Но вы можете брать обычную тетрадку, обычный листочек, все, что хотите. Хотя я бы посоветовала это все собирать в какой-то отдельной действительно тетрадочке, а не на листочках, которые все равно потом потеряются. Да, я хочу отметить, что слова я изучала именно в алфавитном порядке. Выписывала все, что вижу, и многие могут сказать, что зачем ты это, собственно, делала, это не так эффективно. То есть, во-первых, тебе попадаются те слова, которые ты уже знаешь. Во-вторых, гораздо умнее было бы, может быть, распределить их на какие-то группы. Я скажу вам так, распределение на группы — это абсолютно другой способ, и об этом способе должен уже идти отдельный разговор. Способ изучения по алфавиту тоже практикуется, причем довольно часто, и лично я для себя посчитала, что он даже более эффективный. Во-первых, за счет того, что вам действительно встречаются какие-то знакомые слова, это вот заучивание делается капельку-чуточку легче для вас. Ну, а во-вторых, мне лично было просто проще запоминать именно вот то, что идет в разброс по алфавиту и так далее, и так далее, и так далее. Это зависит только от вас, что вам больше нравится. Если вы хотите, вы можете распределять свои слова по группам, брать их из какой-то отдельной темы. Суть метода заучивания, о котором сегодня пойдет речь, от этого не особо меняется. Вы можете заметить, что слова я выписала совершенно простым образом, то есть существительные с артиклями, глаголы прилагательные, и рядом со всем этим делом идет обычный русский перевод. Весь процесс для себя я разделила на несколько шагов, и после того, как вы переписали слова из словаря, первым вашим шагом станет еще раз выписать незнакомые слова, то есть новые, которые вы вообще не знали. На самом деле я знаю все слова из этого списка, но для вас я решила это вот так вот оформить, показать пример, написав и так далее. Если все слова из списка вам не знакомы, естественно, вы выписываете все еще раз, действительно еще раз, с артиклями, переводами, в таком же порядке. Не ленитесь. Естественно, бездумно переписывать этот список еще раз не нужно, обращайте хотя бы немного внимания на то, что вы пишете. Это оставит хотя бы маленькие первые незаметные следы в вашей голове. После того, как вы переписали все эти незнакомые слова, вы можете без раздумий отправляться дальше, и следующей группой, следующим пунктиком окажутся сложные слова. Что я имею в виду под сложными? Вы знаете, что многие иностранные слова каким-то образом похожи на русские, либо русское слово полностью заимствовано, например, из иностранного языка, и поэтому они вообще идентичны, либо при запоминании вы можете построить какую-то ассоциацию с чем-то, которая поможет вам узнать это слово снова. Но есть вот такие слова, как я, например, выбрала в пример. Лично для меня никакой ассоциации с русским языком в этих словах нет, и ваша задача будет в этом пункте составить для себя именно такой список. И снова хочу добавить, что во время составления этого списка старайтесь запомнить то, что вы пишете. По крайней мере, вдумайтесь в то, что вы пишете. Этого в большинстве случаев уже достаточно. Я перевернула нашу страничку, и сейчас на нас глядит вот такой вот абсолютно чистый лист. А что это значит? Это значит, никогда не догадайтесь, что нас сейчас ждет проверочный диктант. Что? Как уже проверочный диктант? Да вы что? Я же еще ничего не запомнил. Не бойтесь, ребята, это первый проверочный диктант. Их у нас будет с вами два. Вот обрадовала два диктанта. Кошмар. А если подумать, их даже будет три. Три диктанта еще лучше. В первом из них, в самом простом, простейшем, вам нужно будет выписать все немецкие слова из вашего списка прямо в том же самом алфавитном порядке, в котором они и стоят, без русского перевода. После того, как этот список готов, вы убираете все ваши подсказки, убираете свой словарик подальше, закрываете ту страничку, где у вас написан перевод, и пытаетесь перевести эти слова самостоятельно. Переходим к диктанту номер два. В нем вам придется поменять местами все это дело, то есть вы выписываете русский перевод. Точно так же по списку, как все у вас там и стояло, в самом начале выписываете только уже теперь русские слова, без их немецкого партнера. Угадайте, что происходит потом. Правильно, закрываете все свои подсказочки и пишете немецкий перевод. Я надеюсь, вы его запомнили. Ну и наш с вами третий диктант. Я показала десятку. Третий диктант, заключительный, самый сложный. В нем выпишите, пожалуйста, снова русские слова, только теперь уже не по порядку, как они стоят в вашем списке, а в разброс. Ну мало ли кто-то из вас просто запомнил, что по порядку-то. Такое же нельзя допустить, правда? Ну и потом все идет по старой схеме, то есть вы записали русские слова в разброс и переводите их, закрыв все свои подсказочки, лазеечки, учебнички, словарики, все, что у вас было под рукой. Ребята, я говорила о четвертом диктанте. Четвертый диктант происходит через неделю. После того, как вы успешно 7 дней подряд учили по 30 слов, ваш списочек, естественно, пополнился. И вот в конце недели наступает самый сложный момент. Мы проверяем, запомнили мы вообще хоть что-нибудь, мы повторяем наши слова. Что нужно делать? То есть давайте посчитаем, вы учили 7 дней по 30 слов, получается у вас их накопилось 210. И теперь, внимание, все эти 210 слов вам придется выписать. Ну точнее, не все 210 слов, а вы выписываете только их русский перевод. Теперь уже можно это делать по порядку, потому что огромной такой роли и значения это не имеет. Ну и после этого вы стараетесь перевести их на немецкий, вспомнить, собственно, все, что вы увидели и пережили на этой неделе. Ну что ж, на этом у меня все. Я надеюсь, что мое видео оказалось вам хоть чуточку полезным и хотя бы чуть-чуть вам понравилось. Если это так, то поставьте ему, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И спасибо вам за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok